Это как раз тот случай, когда говорят, цыплят по осени считают. Для тысяч мальчишек и девчонок 1 сентября день знаний, праздник начала учебного года. Для чиновников дата подведения итогов. Главная цель, которую хотят достичь власти района, полный переход занятий в общеобразовательных учреждениях на одну смену. Из пяти школ, открытия которых в Ленинском районе запланировано на этот год, три открылись 1 сентября. Еще два учебных заведения, как говорится, на подходе. У нас с вами откроются два новых здания. Это новое здание Видновского художественно-технического лицея и откроется новое здание Володарской среднеобразовательной школы. Эти школы сразу идут в односменную работу и, соответственно, в конце года мы должны решить для себя задачку минимум, чтобы из восьми школ, которые сегодня обучаются в две смены, осталась только лишь одна. Первого сентября состоялось торжественное открытие Бутовской школы номер два. И это учебное заведение, равно как и все остальные, призвано решить сразу несколько проблем. Первое – максимально обеспечить пешую доступность школы. Новостройки растут как на дрожжах, а вот социальная инфраструктура за ней порой не поспевает. Поэтому сказать, что это открытие было долгожданным – не сказать ничего. До этого дети ездили куда-то за три остановки, здесь очень далеко. И когда вот здесь открыли эту школу, то это вызвало такой большой восторг. Эти большие комфортабельные школы решают еще одну немаловажную проблему. Население района постоянно растет. В этом году в Ленинском районе за парты сели 13,5 тысяч учащихся. Из них почти две тысячи первоклассников. И с каждым годом эта цифра увеличивается. Поэтому вновь сдаваемые школы строятся с серьезным запасом. Если даже говорить о школе, где мы находимся, она проектной мощности 825 мест. Сейчас она приняла 728 учеников. Такая планировка современная предполагает, что вот такая школа свободно может обучать тысячу учащихся в одну смену. На территории школы открылся и новый стадион. Это часть муниципальной программы, которая в настоящий момент реализуется только в Ленинском районе. Особенность ее в том, что всей инфраструктурой стадиона могут пользоваться жители микрорайона совершенно бесплатно. И доступ на ее территорию открыт постоянно. Таким образом, каждая школа становится своеобразным спортивно-культурным центром района. Для нас самое важное, чтобы в каждой школе, и не только в Бутовской школе номер 2, была возможность у родителей оставлять своих детей до позднего вечера, если это необходимо. Площадь помещений новой Бутовской школы почти 15 тысяч квадратных метров. А общая площадь участка, который занимает школьная территория, 28 тысяч. Жалко, да и неэкономно, если такие обширные территории половину дня будут стоять без дела. Уже через месяц в стенах учреждения будет запущена клубная работа. Список предполагаемых секций и кружков впечатляет. На сегодняшний момент мы рассчитываем, что с 1 октября школа запустит футбол, баскетбол, тейквондо, карате, театр, хор, танцы, восточные танцы, бальные танцы, хореография, ну и многие другие кружки. Я думаю, что всем найдется дело по душе. Конечно, маленькие ученики не задумываются, сколько проблем у их родителей. И нельзя не радоваться тому, что открытие новой школы способно решить некоторые из них. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.